МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, здравствуйте. Итак, я приглашаю на сцену директора высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонида Григорьевича Толчинского. Спасибо. Собственно, даже не столько и не только о телевидении я хотел бы сегодня поговорить, а пользуясь случаем, что мы с вами встречаемся, что в заявленной теме и слове новости хотелось бы поговорить вот так вот более обобщенно о том, что такое новости, чем журналист отличается от нежурналиста, ну и, соответственно, о телевизионных новостях в том числе. Но прежде история, которую я всегда всем рассказываю с большим интересом. Сейчас поймете, к чему я это говорю. И вот с вами тоже хочу и поделиться. У меня не случайно вот это сейчас в руках. Так случилось, что очень немного совсем лет назад мы еще уже были такими, в общем, взрослыми, достаточно активными, а именно в 92-м году, 25 лет назад, один знакомый привез мне такую большую очень трубу с кнопками, да, без проводов, и сказал, вот это называется сотовый телефон из Америки. Сказал, очень скоро он вот так вот будет меняться, он вот так вот будет сжиматься, что у каждого мальчика, девочки в штанишках он будет лежать, и родители смогут его по телефону набрать, найти, узнать, как дела, что происходит в школе. Мне так это понравилось, я работал в газете «Вечерняя Казань», написал про это целую статью, и получил массу замечаний от руководителей тогдашней сферы связи, которые меня пригласили и сказали, это ерунда, такого никогда не будет. Это фантазии, вот утопии, и вот журналисты, как всегда, обманывают наше население, как всегда, не говорят им всей правды, что это невозможно. У кого сегодня из кармана что-то похожее? Поднимите руки. Вот, вот. И это не такая труба, спасибо, не такая труба, которую надо таскать на ремне, там ее пристегивали, вытягивали, еще рядом с собой аккумулятор носили в виде ящичка. Это вообще даже уже не телефон. Это компьютер, который умеет еще и звонить. Вот всего за 25 лет технологии настолько развивались мощно и стремительно, что позволили нам все время находиться не только на связи, но и находиться в курсе всех происходящих в мире, потому что сюда добавились возможности интернета, которого еще 15 лет назад не было. Каждый из нас не только стал, получил возможность быстро, моментально любую информацию из мира черпать, с которой поступают. Пока мы с вами сидим, миллионы мегабайтов, терабайтов информации новой созданы. И вы можете вообще ее очень быстро найти. Но и другое. Произошла революция в журналистике. Почему? С одной стороны, сами журналисты информационные технологии используют очень хорошо, сейчас активно. С другой стороны, каждый из вас может стать так называемым гражданским журналистом. Программа, заложенная там, позволяет. Так вот теперь про это как раз. Как вы это используете? У кого есть свои странички в социальных сетях? Мы сейчас спросим, пожалуйста. Вот теперь какие, если можно, расскажите. И что вы там делаете? У меня есть социальные страницы во многих соцсетях. И я пользуюсь ими как не в очень больших количествах вкладываю, что у меня происходит в жизни. И сам вижу, что у моих друзей какие новости. Хорошо. То есть вы там размещаете информацию и собираете о своих друзях информацию? В каких социальных сетях? А какие вот многие? Вконтакте, Ватсап, Одноклассники, Фейсбук. Разносторонние. Я тоже есть во многих социальных сетях. Такие как Вконтакте, Фейсбук, Ватсап, Инстаграм. В этих социальных сетях, в Инстаграме мы можем увидеть новые фотографии, где наши друзья, как они проводят время. Вконтакте мы можем пообщаться, также и в Ватсапе. Спасибо. Это социальные сети. А еще каким образом используются? Я есть в многих социальных сетях. Ну, в очень многих. Я там смотрю, как происходит время моих друзей, одноклассников и что они делают. И я с ними переписываюсь иногда. Спасибо. А кто иначе еще использует, кроме социальных сетей? Телефон, пожалуйста. Ну, я могу зайти, к примеру, в Google Play, скачать какую-нибудь игру или приложение нужное. Зайти, ну, скажем, в YouTube, посмотреть какое-нибудь видео на интересующую меня тему. Или в Google также. Спасибо. Еще у нас есть варианты ответов, да. Я пользую телефон для просмотра информации. Просто я увлекаюсь военной техникой, оружием. И часто в телефоне смотрю в Википедии, там, тактико-технические характеристики того, то есть видео оружия. Понятно, Леонид Григорьевич. Спасибо. Спасибо большое. Вот поаплодируем завершающему эту сессию вопросов-ответов выступавшему. Он, кстати, нас навел на термин информация. То есть он использует этот коммуникатор, который у него в руках, для получения оперативной информации по интересующей его теме. Информации, которую готовит кто-то. Как мы услышали сейчас, информацию могут на сегодня делать сами пользователи. То есть вы сами что-то в социальных сетях делаете, распространяете для своих друзей и о своих друзьях. Так я понял? Так. Но существует профессия делать новости, существует профессия делать информацию. Чем же отличается та информация, которую делаете вы и размещаете сегодня, от той информации, которая готовится профессиональными журналистами? Значит, начну с такой общей известной фразы. Сейчас я уже вижу, многие готовы. Мне так легко, кажется, будет сегодня, да? Потому что... Вообще, на самом деле, да, тема очень важная в чем? Мы все находимся в информационной среде. Сегодня, если раньше человеку, чтобы получить информацию, надо было и с работы доковылять до дома, найти газету в почтовом ящике, да? И ее там прочитать, и не найти нужного, включить телевизор, один канал и надеяться, что что-нибудь там расскажут. Сегодня никакой этой необходимости нет. Человек постоянно в информационном пространстве, посредством вот этих наших коммуникаторов и интернета. Мир изменился. Мы, кстати, даже говорим, что войны сегодня ведутся не горячие, а информационные. Не надо воевать, не надо кого-то, к сожалению, бывают такие несчастные истории, да? Когда кого-то приходится там захватывать, порабощать и так далее, информационные потоки идут и меняют мир. Это уникальное, конечно, явление. И в этом смысле роли значимой журналиста, конечно, меняются, но давайте все-таки вот о том, с чего начали. Что же такое та новость, которую делают журналисты, чем она отличается от той новости, которую делаете вы? Есть такое известное выражение, оно его приписывает американским. А, кстати, вот что такое новости с вашей точки зрения? Давайте-ка вот, раз так много рук, Так что я буду, да? Новости – это информация, которая происходит не только в жизни какого-то человека, а во всем, ну, допустим, в России, когда рассказывают новости о России, значит, это в каком-то городе, либо в какой-то стране происходит эта новость. Спасибо, понятно. Так, пожалуйста, вот еще один вариант у нас есть. Мне кажется, что новости – это не только происходящие в нашем городе, но и за пределами нашего города, и за пределами России, то есть в других странах. А вот то, что в нашем городе, это вот когда становится новостью? Вот как ты думаешь? Ну, когда что-то произошло, например, ну, не самый удачный вариант, что, например, сейчас началась война. Это ведь тоже была, как бы, новость, оповещение. Пожалуйста, вот еще один вариант. Спасибо. По-моему, новости эти – это объявления, которые есть по всему миру. То есть что-то происходит, и это может узнать весь мир. Ну, вот смотри, ты размещаешь в социальной сети у себя что-то. У меня их нет. Ну, например, да? Это ведь тоже может прочитать весь мир? Да. Да. Но почему это не является новостью? Потому что это не очень сильно важно. А новости, они важны для всех людей в мире. Вот, уже интересно. Я считаю, новости – это пропаганда. Их поставляют нам с той стороны, чтобы мы любили какую-нибудь определенную страну, как американская желтая пресса. Они же говорят, что мы употребляем допинг, ну, наши спортсмены. А это желтая информация. А также новости используются, ну, в качестве своеобразного пропаганды. Так, то есть новость – это пропаганда. То есть новость – это некоторое информационное оружие. Ну, давайте еще какое-нибудь одно мнение послушаем. Будем пытаться обобщить его. Здравствуйте, меня зовут Альминьев Карим. Я думаю, что это новые вести. Новые вести. Да. Вот, тоже хорошо. Итак, что мы сейчас услышали? И, в общем, с чем можно согласиться? Есть некоторые события в нашей жизни. Они происходят постоянно. Жизнь без событий не бывает. Вы открываете глаза и сразу получаете некоторую информацию. Ты проспал в школу. Информация, да, побежал, там, засуетился. Иди завтра, такой вкусный завтрак готов. Новость для вас, новость для вас. Да, событие некоторое, которое, возможно, даже попадет на вашу страничку в социальной сети. Сфотографировал. Ой, какой вкусный омлет мне приготовила сегодня мама. Или я сделал своими руками. Новость, новость. Но новость исключительно интересная для вас и ваших друзей. И никому больше. Причем круг друзей вы выбираете сами. Вы баните, кто вам не нравится в сетях? Случается? Вот. И приглашаете кого-то, кто вам очень не нравится. Вы сами решаете, кому то, что вы пишете, читать или смотреть. Вы можете идти мимо по улице, мимо какого-то события, вдруг стали его свидетелем. Ну, например, грустный, вот тут приводили пример о чем-нибудь грустном. Например, горит дом. Вы это сфотографируете, выложите в сети, но стали ли вы при этом журналистом? Пока не стали. Абсолютно согласен. Так легко вообще работать, столько подсказок. Значит, действительно, не стали, потому что вы на самом деле дали то, что в журналистике называется информационный повод. Вы только показали, что есть повод этой темой заняться. Что-то где-то горит. И вы это видели. Как же и кто это делает в новости, в новости, которыми интересуются, читают, и за которые платят своими жизнями журналисты. А это самая опасная, кстати, профессия после шахтера и спасателя МЧС в мире. И вы платите, в том числе своим временем, своими отношениями иногда, когда говорят, как ты это мог читать или смотреть, да, с кем-то даже приходится иногда спорить. Своими деньгами, в том числе, за что-то, что для вас очень важно. И вот здесь кто-то очень правильно сказал, новостью является то, что, во-первых, новость – это новое. Это то, что раньше никогда, нигде, никаким образом не всплывало. А во-вторых, то, что важно для широкого круга читателей и зрителей. Не то, что смотрит только один или ваши друзья, которых вы себе определили. Так вот, американцы, группа, там приписывается группе американских товарищей, которые написали, если собака укусила человека, это не новость. Вот если человек покусал собаку, это новость. Потому что, во-первых, человек собак не кусает. Если это случилось, это действительно что-то абсолютно новое, неординарное. И надо об этом рассказать как можно большому кругу читателей. Во-вторых, это предупреждение всем другим людям, что вокруг ходит какой-то маньяк и кусает. И это уже значимо для каждого из нас, потому что, вот говорили, грустные новости часто делаются. Да, грустные. Потому что это предупреждение нам, будьте осторожны, будьте внимательны. Не нарушайте правила дорожного движения и так далее. То есть новость – это прежде всего то, что знакомит нас с тем, что нам еще доселе неизвестно и важно каждому из нас. Теперь, внимание, а снова вопрос к вам. Про журналистов. Вот про тех людей, которые все это делают, которые эту массу информации собирают. И как они это делают, вот давайте поговорим чуть-чуть подробнее. Во-первых, вот вы делаете какие-то сообщения в социальных сетях. Вот журналисты чем-то что-то делают. С вашей точки зрения, чем они отличаются от массы других людей? Какие особенности характера, взглядов на жизнь, поведения должен иметь человек, который идет в журналистику, который хочет посвятить свою жизнь сбору новостей, сбору интервью, написанию статей, созданию фильмов? Все, у нас есть варианты. Я думаю, что обычный пользователь сети отличается от журналиста тем, что журналист очень долго всех расспрашивает, собирает информацию. А любой пользователь сети, например, захотелось что-нибудь написать, написал просто, что стало скучно. То есть человек, который очень много расспрашивает. То есть как бы это сформулировать с какой-то фразой? Вот что он пристает-то к другим? Что он должен для этого иметь в качестве вот своего... Давайте, вот тут очень тянется. Меня зовут Максим. Максим где-то. Вот вы спрашивали про журналистов, какими они должны быть. Обязательно прям сдержанными, спокойными в любой ситуации критической. Они... Терпеливым. Должны быть смелыми. Смелым. А почему ты так считаешь? Потому что, например, если идет новость о какой-то войне, он приходит, как бы сказать, на поле боя, а он не сдержанный, трусливый. Ну, все, конец новостей. То есть если он трусливый, журналист не сможет создать новости. Все, конец новостей. Как хорошо сказано. Молодец. Так, еще. Пожалуйста. Вот терпеливый и вот расспрашивающий много. Вот как бы еще это назвать, так? Мне кажется, что вот кто говорит про еду, он должен быть терпеливым и на него могут в кухню там напасть. Я тебе больше скажу. Он может сам съесть эту еду, да, и не выдержать, да, так она вкусно будет приготовлена. Вот терпеливым надо быть, когда по еду говоришь. Спасибо. Как зовут? Вот терпеливый. Мы как-то вот одно только нашли, определение. А еще? Журналист должен быть любознательным, чтобы людям нравились новости. Вот, любознательным, замечательное очень слово. Я даже думаю, поаплодируем, потому что когда говорим, много расспрашивает. Это вот про это было. Очень любознательным. Знаете, вот сейчас мы продолжим уточнять характеристики журналиста. Вот смотрите, журналист от нас чем отличается? Я открываю шторки окна утром, смотрю, туман, туман, да, туман. И все. На этом все закончилось. В лучшем случае сфотографировал свои сети, повесил город, окутал туман. Что делает журналист? Он тут же начинает думать, поскольку он делает общезначимые для всех важные новости, он начинает думать, что общезначимого в этом тумане. И его любознательность подталкивает его к созданию сразу веера новостей. А летают ли сейчас самолеты? Что у нас происходит в аэропортах? Это новость, которая важна тем, кто хочет вылететь, тем, кто не может вылететь, тем, кто кого-то где-то ожидает. А будет ли туман завтра, кстати? То есть ему надо позвонить в аэропорт, ему надо позвонить в гидромедцентр. А что происходит на трассах? Можно ли выезжать из города? Нет ли там ДТП, дорожно-транспортных происшествий? Не опасно ли там? А как это повлияло на работу дорожных городских служб? Три-четыре новости сразу готовы. Для нас с вами одна фотография в Инстаграме. Для журналиста это 4-5 важнейших для каждого из нас новостей, потому что это затрагивает всех нас. Так, любознательный, терпеливый услышали. Еще продолжаем. Какой еще должен быть журналист? Какой хороший термин. Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать. Меня зовут Ксюша. Я думаю, что... Вот прямо так приятно, когда тебя поддерживают. Хороший термин, коммуникабельный. Журналист отличается от обычного человека тем, что... Обычный человек, вот он выложит в соцсетях то, что ему очень интересно. Только некоторым интересно. А журналист, он выкладывает то, что интересно всему миру. Спасибо. Лен Григорьевич, вот получается, что журналисты это один мир, а вот детское университет, он другой как бы мир. Скажите, вот те приемы, которые используют журналисты, их могут вот дети использовать, вот, когда они работают в соцсетях? Ну вот, смотрите, то, вот даже что сейчас называлось, да, это ведь все, ну, за исключением терпеливые. Это вот трудно относится к детям терминам. А вот любознательность, это точно. Да, это качество. То есть это качество, и это качество, которое характерно для детей. Журналист в этом смысле всю жизнь должен оставаться ребенком. Он все время, проходя мимо чего-то, должен спрашивать, а почему это так? А кому это вообще надо? А с чего это вот так? Так, журналист, приходя на интервью кому-то, ведь человек, который дает интервью, говорит об этом на разных совещаниях, на работе коллегам, везде и всюду говорит одно и то же. Например, нам надо построить дом, большой дом. Это будет всем очень хорошо. И только журналист должен своим любопытством, почти детским, доковыряться до истины. На какие деньги ты построишь этот дом? Кто там будет жить? Когда ты завершишь эти работы? Кто этот дом будет строить? Вообще не повлияет ли строительство этого дома на благополучие жителей соседних домов и так далее? Вот это вечная любознательность. А кому это надо? А зачем это? И в этом смысле это абсолютно детская характеристика. И здесь журналист вечный ребенок. Смелость. Дети, кстати, очень часто более смелые, чем взрослые. Взрослые часто очень делают поправку на испортить с кем-то отношения, расстроить какие-то уже вроде сложившиеся связи. Это всегда очень опасно. И взрослые начинают осторожничать. Ребенок очень легко заводит новые связи. Вот коммуникабельный кто-то сказал. Очень легко заводит новые связи. И очень легко расстроится с теми, которые мне неприятны. Но, кстати, главный капитал журналиста, вот к вопросу о коммуникабельности, кто сказал, это вот здесь было, да? Вот. Это важнейшая составляющая, потому что если ты пришел, и ты не можешь установить контакт с человеком, у тебя ничего не получится. У человека нет желания ничего рассказывать другим, тем более всему миру. Ты должен придумать массу хитрых способов, вытащить из него то, что он не хочет говорить. Поэтому ты должен сам по себе быть очень коммуникабельным, общительным. И я в какой-то момент должен сказать, ну ладно, только вам, по большому секрету, точно знаю, что он про это напишет, обязательно расскажу. Вот. Поэтому еще и обаятельным, внутренне очень обаятельным. Это то, что присуще детям. Но разрывать быстро связи вот журналисту не стоит, потому что главный еще капитал журналиста – это связи. Опять к вопросу о том, что информацию не все, не всегда хорошо и легко сдают. Вот кто-то про войну говорил, да? Где вообще информация часто бывает закрытой. Про тот же дом, который строится в неудобном месте. Приходится собирать информацию по крупинкам, используя связи. Что-то про этот дом, наверное, знает, ну, допустим, служба, которая занимается проводкой коммуникации, канализацией. Что-то знают строительные про это. Что-то знают правоохранительные органы. Что-то знает тот, кто выделял землю. И вот по крупицам, по крупицам, по крупицам собирается удобоваримая информация о том, насколько безопасно то, что, например, строится. Но в этом смысле надо быть коммуникабельным и очень… Еще каким, кстати? Что-то мы мало назвали качеством. Меня зовут Матвей. Еще одно детское качество очень нужно. Мне кажется, что он должен быть серьезным и сосредоточенным на деле. Потому что он о том может спросить не то, что его просили. Так что он должен быть очень сосредоточенным. Это да, очень внимательным. Но это важно ведь для каждой профессии. Я не думаю, что физик-ядерщик может быть невнимательным и несосредоточенным. Такого напаяет, да? Все взлетим. Так, пожалуйста. Я думаю, что журналист делает, чтобы было интересно и просит какие-то автографы у каких-то музыкантов, у каких-то популярных. А вот автографы и вы просите. Так. Мне кажется, одно из качеств журналистов должно быть любопытство. Вот, любопытство. Вот, абсолютно детское качество, которое тоже журналисту очень важно. Ну, это вот, мы про это уже сейчас вот говорили немного, да? Ничто не может пройти мимо его взгляда. Вот, я сегодня шел, вот сюда, из метро выхожу, идут мамы с детьми. Первая моя мысль. Интересно, это все в детский университет к нам или еще где-то детский сбор? Я сразу начинаю соображать, нет ли еще одной новости, которая прошла мимо нас? Вот, это любопытство. Ничего не может пройти мимо твоего глаза. Так? Ну, будем завершать, наверное, про качество. Еще давайте кто-то что-то назовет. Мне кажется, что журналист должен быть умным. Если надо где-нибудь спрятаться, то, ну, в опасных ситуациях, то он должен обязательно найти укрытие. Интересное замечание о качестве журналиста. Он умным должен быть, чтобы спрятаться в случае опасности. Ну, вообще беречь себя надо. Всегда, для всего. Ну, и давайте ум, хитрость. Хитрость – это качество ума, это хорошо. Любознательность, терпение, терпеливость, можно так сказать. Еще какое-нибудь одно давайте добавим. Качество. Так. У нас получится суперчеловек такой. Я думаю, что журналист должен быть смелым. Если он хочет какое-нибудь сообщение сделать, а оно находится в страшном месте, ему это понадобится. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте пока завершим. Да. Вопрос? Ну, вопрос от всегда хорошо. Я хотел задать. Вот уже любознательный, значит. Вот журналист. Я хотел вопрос задать. А какие бывают опасные ситуации у журналиста? Ну, пару примеров, может, приведете? Пока так вот очень штрихом одним скажу. Итак, значит, еще бы я добавил сюда некоторые моменты. Журналист должен быть человеком очень беспокойным. Это про детские качества, которые вот вы просили уточнить. Очень беспокойным. Журналистика – очень беспокойная профессия. Тебя могут поднять ночью, где когда-то что-то случилось, что-то произошло, и ты должен быть готов на долгие месяцы покинуть дом. Ради того, чтобы люди знали, что на самом деле где-то происходит. Это один момент. Второй момент – новости, пытаясь подытожить, должны делаться на чистом языке. Он должен быть человеком все-таки очень образованным. Это может быть английский, если он работает на английском. Французский, немецкий, китайский, в нашем случае русский. Журналист не может выходить и говорить или писать на засоренном, замусоренном языке. И сама новость, соответственно, у него должна быть очень структурно изложена. На второй части мы про это проговорим. А сейчас отвечаю на ваш вопрос про опасности. Опасность на самом деле поджидает везде. Журналист, входя в тему, которую многие не хотят, чтобы знали другие, подвергает свою жизнь опасности. Ну, например, откуда взялись те или иные деньги? Откуда взялись те или иные материалы? Откуда этот человек стал более известен, чем другой? Каким образом он сделал себе карьеру? Я уже не говорю, что классическая опасность – это война. Военные журналисты, военные корреспонденты, которые находятся на передней линии огня. Но журналисты – это единственные люди на войне, которым запрещено категорически брать в руки оружие. То есть он самозащитой заниматься не может. Его защитой является только надпись на бронежилете пресса – все. Считается, что его не должны обстреливать. Ну, как это бывает на войне? Случайная пуля и все. И в этом смысле опасности журналист подвергается всегда. У нас были трагические вещи, когда и случай, попросили случай, когда журналист выходил снимать рядовое ДТП, ну, так случалось, авария. А мимо несся еще один ненормальный водитель, не вполне вменяемый, избивал журналиста насмерть. Вот и такое случается. Это профессия, когда ты все время находишься в очаге событий. Когда ты все время подвергаешься неизвестным никому событиям. Это они станут известны, когда журналист их изложен. А пока никто не знает, чем это закончится. И что там внутри на самом деле происходит. И в этом смысле профессия очень опасная. Ответил коротко я на ваш вопрос. Итак, еще раз портрет журналиста рисуем. Любознательный, образованный, ответственный, общительный, хитрый, настойчивый, беспокойный. Обязательно грамотный. И новость. Что такое новость? И что отличает ее от любого информационного повода, который мы сами можем создавать, размещать в социальных сетях? Это речь идет о событиях, которые имеют последствия и скажутся на жизни большого круга людей и интересны большому кругу людей. Это то, что интересно об интересных людях. Кстати, журналисты могут создавать этих интересных людей искусственно, нагнетая вокруг кого-то информационную волну. И вдруг говорят, ой, какой он популярный. А что значит популярный? Это значит, журналистами, прессой раскрученный человек. А дальше нам интересно, как он живет, как он поет, как он играет, как отдыхает. Это тоже сопровождается журналистами. Речь идет о том, что связано с людьми, выделяющимися и оказывающими влияние на нашу жизнь. И понятно, что новости – это не всегда война и политика. Это буквально все, что так или иначе может быть связано. А еще очень важный момент для журналиста, в отличие от нас с вами, ну вот рядовых граждан мы говорим. Он обязан любую новость перепроверить в нескольких источниках. Он должен на людей выдать точную информацию. То есть, мне мало того, что сказал мой сосед, мне надо перепроверить. Это еще у нескольких людей, которые должны это переподтвердить или опровергнуть. Итак, сейчас вторую часть мы больше посвятим. Ой, так много можно про это говорить. Когда вся... А вы знаете, что вся наша жизнь сегодня прозрачна? Все, что у вас на телефонах стоит, оно позволяет отслеживать вашу локацию, ваше передвижение в режиме онлайн. Все, куда вы залезли, что посмотрели, что почитали, куда сходили, какие покупки с родителями сделали. Есть же карты, которыми расплачиваются в основном люди. Все это обобщается, все это собирается в большие массивах данных. И сегодня информационные технологии, IT-технологии, программные, да, и журналисты, следовательно, могут это использовать в том числе в своих целях. Поэтому журналистам еще надо быть очень осторожными. Да, правда, сегодня журналисту докопаться куда легче, чем это было раньше. Теперь о телевизионной журналистике. Здесь у нас, собственно, новости от некоторых коллег ваших готовы. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас мы посмотрим ролик нашего университетского медиа-центра. Вот, кстати, журналисты, они же всегда и везде. Вот я даже уверен, в этом зале есть люди, которые сознательно пришли сюда, чтобы про это событие написать. Есть тут журналист. Есть ли смелые журналисты, которые поднимут руки? Встаньте, пожалуйста, мы ему поаплодируем. Вот сидит тихо, в последнем ряду, за всеми нами наблюдает, тихонечко, да, потом все-все-все напишет. Вот, это все прочитают. Видите, камеры стоят, телевизиончики, значит, где-то рядом. Так что вот, без журналистов мало что обходится. Там, где собрались люди больше трех, да, как иногда шутят. Итак, давайте посмотрим, как работает наш телевизионный медиа-центр университета. Медиа-центр КФУ – это команда творческих студентов. Два собственных телевизионных канала и интернет-радиостанция, вещающая круглосуточно. Нас смотрят около полутора миллионов зрителей в кабельных сетях, сетях IP, а также в интернете. Научно-познавательные и развлекательные программы для взрослых и детей. Прямые трансляции лекций и концертов университета. Ток-шоу, интервью, собственная информационная служба. Все это производится здесь, в стенах Казанского федерального университета. В нашем распоряжении три студии, современная техника и целый этаж пространства для творчества. Казань – один из самых динамично развивающихся городов России, поэтому журналистам здесь никогда не бывает скучно. Прошлый год запомнился нам таким крупным событием, как Всероссийская студенческая весна. Телеканал Казанского университета «Универтв» был информационным партнером этого грандиозного шоу. Еще одно яркое событие прошедшего года – Международная олимпиада по информатике «Айуай», которая проходила на базе нашего университета и, конечно же, тоже не осталась без внимания медиа-центра КФУ. Важным достижением для нас стали и победы в различных конкурсах. Телевидение Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет. Второе место – Казанский федеральный университет. Впереди еще много интересного, ведь наша команда постоянно растет. Для тех, кто хочет стать ее частью, мы регулярно организуем мастер-классы и кастинги. А ты еще не с нами. Спасибо. Итак, телевизионная журналистика. Чтобы не терять время, сам скажу буквально несколько пунктов. Телевизионная журналистика от журналистики пишущих, что называется, отличается, во-первых, тем, что в последние годы она активно движется на союз с интернет-журналистикой, потому что в интернете тоже востребована картинка, динамика, движение, ролики, фильмы и так далее. Второе – это коллективный труд. Если для того, чтобы сделать новость текстовую, мне достаточно одному быть очень умным, подкованным и разносторонним, мы говорили, какие характеристики иметь, я это могу сделать, то, чтобы создать смотрибельную картинку, видели, какая техника сложная стоит? Сегодня телевизионщики работают уже, ну, что такое 3К, 4К, вы не знаете еще, наверное? Знаете? Так, кто знает? Ну-ка, скажите. 4К, вот, например, что это такое? Я прям восхищен. Человек 10 есть, наверное. Да? 4К – это 4 тысячи. Точек на единицу, да? Да. Зачем они нужны? А вот сзади хотят подсказать, вот. 4К – это ультра-HD, то есть это самое высшее пока качество именно на телевидении. 1080 – это Full HD, а там все ниже – это просто HD. Продолжай эту тему. Аплодисменты. У нас есть готовые вообще студенты. Да, у нас оценок не ставят, поэтому они очень легко отвечают на вопросы. Честно, замечательно. То есть техника так совершенствуется. Сегодня вот у родителей, посмотрите, спросите, да, если еще не поменяли дома телевизионный аппарат, который у вас стоял до этого, или компьютер, то точно мечтают об этом. А новые идут уже с новыми параметрами, высокой точности телевидение и компьютеры появляются. Вот камера 4К работает, она каждую вашу точку на носу там, каждый волосик, да, способна отобразить. Качество высочайшее требования и к журналисту, и к картинке, которую он делает, и к выступающему совершенно другие, меняются. А другого мы уже не хотим. Мы не хотим, чтобы картинка ползала у нас, была кривая и все. На этом всем приходится учиться работать. Журналист-телевизионщик работает бригадой, потому что здесь картинка, текст, разработка текста, водитель, который везет всю эту группу, это огромный набор техники. Дальше это звук, это монтаж, это продюсирование, это огромный цех работы. Мы можем об этом сейчас долго говорить, но вообще телевидение могу очень долго говорить. У вас есть собственные продукты, которые вы нам прислали в качестве презентации собственного видения, как можно сделать новость, как можно сделать некое видеоинформационное сообщение. Давайте мы сейчас так сделаем, поступим. Мы их будем просматривать, по мере того, как будем смотреть, автора будем приглашать сюда, и как журналисты, в общем, будем пытаться задавать ему вопросы, делать какие-то мысли по обходу, замечания, пожелания, ну и, естественно, аплодировать. Но у меня есть, мы говорили, внимательный, любознатный, да, вот не просто так смотришь, смотришь, да, видишь каждый, кто вон, что-то там за бумажку какую-то уцепились, дерутся, вот, кто-то еще что-то. Но я вот увидел, что среди родителей есть один профессиональный, один из самых талантливых режиссеров и продюсеров, редакторов и продюсеров нашего телевидения, Лили Каюмова. Вот если можно, да, поаплодируем, во-первых. Так, это мне повезло. Я бы вот хотел ее попросить помочь мне сейчас, да, конечно, сейчас мы вместе тогда будем смотреть эти ролики, прям по порядку их ставьте, как вот, мы посмотрим, пригласим автора, скажем ему пару добрых слов и дальше будем смотреть. И вместе с вами, и вместе с профессионалами будем пытаться, ну, как, увидеть, что отличает этот ролик от профессионального еще творческого продукта, а что уже приближает к нему. Всем привет! С вами Рысаев Тимур. Скоро, 26 ноября, мы будем отмечать День Матери. В Республиканской детской библиотеке открылась выставка, посвященная Дню Матери. Той, кого мы люди матерью зовем. Здесь собраны разные книги, посвященные маме и Дню Матери. Приглашаем всех в нашу библиотеку. Мы продолжим новости после короткой рекламы. Обязательно заведите себе культурный дневник. С ним вы можете ходить, посещать разные культурные места, участвовать в разных конкурсах, ставить отметки, решать всякие головоломки, раскрашивать рисунки. Здесь есть информация про разные здания. И здесь очень много интересного. Не забывайте ставить отметки и брать с собой культурные дневники. Еще одна новость. 1 декабря Единая Россия будет праздновать свой день рождения. 1 декабря 2001 года появилась партия Единая Россия. Она была основана, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Единая Россия является куратором детского университета. Поздравляем Единую Россию с днем рождения и желаем ей успехов и процветания. Всем привет! С вами Расаев Тимур. И опять новости. Главная новость в том, что театр «Радуга» открылся недавно. У меня на сайте лежит билет на кошкин дом. Здесь подписаны ряд и место. Пьесы в трех действиях. У меня программка. Здесь картинки всех героев. И подписаны, кто играл и кто это в театре. На другой странице куратор университета. Я играл в театре «Кошкин дом». Кота Василия. Эта роль мне очень понравилась. Я ее сыграл хорошо. Я изображал мимику. Творческие и актерские способности у меня появлялись. И была очень хорошая артикуляция. До следующих новостей! Спасибо. Вот вы продюсер, вы редактор, вы заказываете информационный продукт. Что здесь вас зацепило, и вы поэтому выпустили бы этот выпуск новостей? А что вам кажется лишним? Ну, Тимур правильно сделал, самый первый его был ролик о том, что 26-го, то есть, ну, сегодня, да? Ты сделал анонсирующий сюжет. То есть, это сюжет, который рассказывает о том, что будет. Ты анонсируешь событие, которое происходит в центральной библиотеке. И приглашаешь своих зрителей или читателей, на данном случае зрителей, туда прийти и поучаствовать в каких-то мероприятиях. То есть, этот сюжет может быть, как раз быть, даже, возможно, в новостях дневных, либо в утренних, либо, скажем так, в каких-то программах, связанных с культурой. Но, вот, второй твой ролик о Единой России, он таким уже с политическим подтекстом, тоже анонсирующий. Ты напоминаешь зрителям о том, что вот скоро партия власти, как ее называют у нас в стране, то есть, она в большинстве своем парламенте, да, сидит, присутствует. И, вот, ты людям напоминаешь, я бы еще добавила о том, что сделала партия власти в данном случае, если ты рассказываешь про Единую Россию в Татарстане. Она там помогла провести столько-то акций. Очень хороший был комментарий для зрителей детского университета о том, что она курирует проект детский университет. То есть, зрители об этом должны знать, конечно же, тем более, это потенциальная твоя аудитория. А вот третья новость про театр, который открылся, вот эта новость, но дальше ты начал уже быть не корреспондентом в этой новости, а уже быть, скажем так, ты воплотился в роль актера. Есть такой, кстати, прием в телевизионной журналистике, называется перевоплощение. То есть, журналист меняет профессию, называется. Вот сегодня я решила стать лектором. Я вот взяла и перевоплотилась. Либо я решила побыть полицейским милиционером, уж по-старому, да, и один день съездить, например, с патрулем дорожно-постовой службы и посмотреть, как они работают и поучаствовать в этом проекте. Такое тоже возможно. Немножко мне очень нравится тот задор, с которым ты все это давал. Я думаю, все три новости бы я взяла, может быть, немножко переиначив, но все три новости, они действительно являются новостями. Немножко переделав, например, какие-то там, ну, нюансы. Молодец. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. И еще, вот сразу на что обращаю внимание, о чем мы еще не сказали. Новость, в отличие от интервью, в отличие от аналитической статьи, фильма, документального тем более, да, отличается. И там есть один закон очень важный. Помните вопросы, на которые наречие должно отвечать? Кто-нибудь знает наречие? Вот. Ну, давайте кто-нибудь скажите нам все их. Они хорошие, как скороговорка прямо, они проговариваются так, очень весело. Как, где, когда, почему, зачем. Так. Где, куда, откуда, почему, зачем и как. Вот почти вот все. Где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как и когда, да. Вот, молодцы, что знаете наречие. Вот новость должна была быть построена примерно по принципу ответов на эти вопросы. Никаких эмоций. Вот из минусов, там были эмоции. Мне очень понравилось. Я очень, вот журналист, новостник, если вы это будете говорить, ой, мне это очень понравилось, это такая фигня, не смотрите, не ходите. Это уже не новость. Это уже кто-то вот в зале нам говорил, что новости, это часто пропаганда, да, это уже навязывание. Я должен человеку дать чистую картинку. Вот событие, вот оно было так, вот его оценивают эти положительно, эти отрицательно. Решайте сами. Вот, эмоций быть не должно. А так, все хорошо. Давайте следующий ролик. Ну, вы не убегайте, мы вам будем аплодировать потом всем дружным. Мы стоим у дверей мастерской мультфильма, которая открылась совсем недавно. Рядом с моей школой номер 70 на улице Фрунзе. Это волшебное место, где дети учатся и создают мультфильмы своими руками. Давайте заглянем туда. В этой мастерской проводятся занятия и мастер-классы. Сейчас в это время здесь проходят занятия в школе мультипликации. Дети учатся красиво рисовать, лепить, мастерить. Изготавливают персонажей своих из пластилина, бумаги, конструктора лета. Работают с техникой, мультстанком. Выставляют свет, изучают работу на мультстанках. Также тонкости озвучиваются. На мастер-классах тебя ждет много интересного. Захватывающая история о мультипликации. Удивительные факты о мультгерое. Изготовление персонажей, фонов, декораций. Съемки мультфильма на профессиональном мультстанке. Веселая озвучка мультфильма. А в подарок каждому готовый мультфильм, сделанный своими руками. Пожалуйста, как происходит процесс создания мультфильма? Мы создаем героев, декорации, а потом их по чуть-чуть двигаем. Как вот видно по сантиметру, каждое движение мы фотографируем. У нас получается много-много фотографий, которые мы потом склеим в компьютерную программу. Здесь можно организовать дни рождения и праздники. Я уже заказала праздник на свой день рождения, который пройдет через неделю. А как это будет, вы узнаете в моем следующем выпуске новостей. До новых встреч. Пока. Так, аплодисменты. У меня, правда, вот к каждому вопрос короткий, прежде чем мы обратимся к эксперту. А кто снимал? Кто вам и монтировал, и снимал? Камера так ровно стоит. Мой брат. Молодец какой. Он тоже из зали? Нет. Ну, ему аплодисменты отдельные. А в твоем ролике кто снимал? Тимур. Кто снимал ролик? В моем? Ну, мама моя снимала. Мама, да? Да. Все, тоже молодец. С днем мамы у вас, кстати. Вот. Не видим, но поздравляем. Так, теперь мнение эксперта. А то скажете, он там специально, да? Вот эксперт. Повязывает мнение, да? Да, да. Но вот этот сюжет называется, скажем так, познавательный сюжет. То есть ты рассказываешь зрителям, да, вот что-то появилось новое в городе, появилась мультипликационная студия, хотя это, в принципе, не новость, потому что мультипликационных студий в городе достаточно. Но вот этот сюжет очень хорош будет для зрителей каких-то утренних программ. Когда-то они собираются на работу, и им не всегда хочется посмотреть, может быть, какие-то политические новости, да, а узнать, что интересного в городе происходит, куда он может сходить. Это концерты, театры, вот в данном случае вот этот мастер-класс по созданию мультфильмов. Вот то, что ты была в кадре, это называется вообще, вот и Тимур был, это называется стендап, когда корреспондент появляется в кадре. Это есть программа, где ведущий все время где-то на выездных каких-то съемках рассказывает и показывает, это авторские программы, но у вас сюжеты такие новостного плана, это называется стендап, и вот у тебя сюжет был построен как раз на этом, на стендапах, на появление тебя в кадре. И вот в конце у тебя появилась очень хорошая, интересная такая вот фишечка, телевизионщики любят это слово фишка, это то, что ты начала брать интервью. Ты не просто сама рассказываешь, всегда в сюжете должны появляться, чем больше людей появляется, тем лучше и интереснее ваш сюжет будет, то есть это будет палитра мнений. Вот это у тебя очень хороший ход. Но вот в конце ты начала рекламировать, что категорически запрещено в новостных сюжетах вот именно вот эта реклама. Если каналу платит вот эта мультипликационная студия, то они, конечно же, это покажут, даже выведет, наверное, там телефончики и адрес, куда можно прийти. И вот правильно сказал Леонид Григорьевич о том, что эмоции должны быть уходить. То есть, не, вот это интересно, вот это уже вы не должны говорить. Вообще, журналист должен всегда быть в стороне от каких-то, любой события. Военные события, вот познавательные из какой-то, да, мероприятия. Всегда вы должны быть в стороне. Вы должны зрителю дать возможность самому понять, ему это интересно, ему это нужно и вообще для чего это ему нужно. То есть, это вы вот, отвечая на вопрос, что ты рассказала, что, где находится, ты рассказала, у какой школы, когда вот совсем недавно все это открылось, да, ты это все молодец, это ты сделала. Спасибо. Спасибо. А чего не аплодируем? Почему? Ну и вот тоже всплывает существенный момент, различие между информацией, новостным сообщением и рекламой. Это очень тонкая часто бывает грань, потому что, когда мы о чем-нибудь рассказываем новым, мы часто это подсознательно рекламируем, либо воспринимаем как рекламу. И вот здесь журналист должен быть начеку, потому что реклама, уход в рекламу, это один из путей, вот меня кто-то спрашивал, а часто мне приходится журналистам обманывать. Есть часто, недобросовестным, к сожалению, обман журналиста очень дорого стоит. Это очень опасная вещь, когда большие массы людей входят в заблуждение, потому что журналист сознательно распространяет дезинформацию, в том числе иногда из-за рекламных соображений, потому что компания какая-то ему за это или его редакции проплатила. Это очень большой соблазн, это очень опасная вещь, но вот поэтому от рекламы всегда надо стараться уходить. Это хорошая студия мультфильмов, и другая хорошая. Хотите приходить, хотите не приходить, и мы здесь нейтральны. Вот. Первый ряд у нас что-то вот как-то затасковал. Давайте вы ролики не снимали, я так понял, а может быть мы уточним. Вот если бы вам завтра дали камеру и сказали, сними-ка ролик, да, новость про что-то, вот про что бы вы сняли? Вот что вот у вас горит сейчас в качестве новости? Ну, к своей новости расскажите нам. Я Данила Авраменко, мы вместе с Артёмом снимали новость про то, что в городе, в нашем подсёлке Юдино, проходил конкурс, посвящённый Дню Народов. Так, давайте ролик смотреть. Добрый день, меня зовут Винокон Данил, я ученик 7-го А-класса, лицея номер 83, Центр образования Привовского района города Казани. Давным-давно на Земле появились люди, они постоянно искали ответы на главные вопросы. Кто люди могут делать, и чего не могут? Кто не обязаны делать, и чего не обязаны? На что имеют право, и на что не имеют? Ответы на эти вопросы люди искали в обычных беседах между собой, в учём международных переговоров, и даже в битвах и войнах. И всё-таки людям удалось найти и правильные ответы, которые были записаны в самом главном международном документе всеобщей декларации прав человека. Но в нём говорится о взрослых людях, и ни слова о детях. А ведь дети нуждаются в особом внимании, в заботе и защите со стороны государства. Именно поэтому 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ребёнка. И помни, сделать так, чтобы Конвенция о правах ребёнка стала правилом жизни, зависит только от тебя. Спасибо. Так, начнём с эксперта. Но этот сюжет могу охарактеризовать как промо-ролик. Промо-ролик – это ролик, который, скажем так, не совсем рекламирует, но тем не менее рассказывает и призывает к какому-то действию, к какому-то событию. Ну, например, посетите наш концерт. Или помните о Конвенции о правах ребёнка в данном случае. Хотя вначале мне показалось, что это сюжет, либо, скажем так, есть такие сюжеты исторического характера, либо портретники, когда рассказываются о каком-то событии, человеке, предмете, экспонате в музее. Либо, дальше у меня даже подкрелась такая мысль, что авторская программа у человека. То есть вот он решил, вот у него есть такая программа, которая рассказывает, скажем так, экспонат одного дня. И вот он решил сегодня, приуроченный ко дню декларации прав человека, рассказать, например, об этом. Но вот в конце то, что вы должны помнить, что вы должны знать, вот это мне, конечно, уже сразу я поняла, что это был промо-ролик. Это в конкурсе, по-моему. Он больше был как пиар. Да, пиар. Ну, я говорю, пиар, промо-ролик. Он участвовал и, по-моему, даже выиграл этот ролик, да. Так что я Даниила поздравляю с этим событием. Он занял первое место в конкурсе. Я просто видела условия этого конкурса и уже потом увидела среди победителей Даню. Очень такой, знаете, мальчик перспективный. Вот я говорю, как телевизионный журналист, который может спокойно там через несколько лет идти и поступать в журналистику. Он не боится камеры. Это одно из качеств, кстати, телевизионного журналиста. Он не должен бояться камеры и общаться через вот эту камеру, да, со зрителем, не страшась. То есть вот очень в доверительной такой манере. Я, кстати, могу вот вам дать совет всем детям, как это можно отрепетировать. Это очень легко. Вы должны вырезать из картонки такой вот круг, поставить своего друга, папу, маму по ту сторону этого картона, вот этого круга, ему рассказывать, рассказывать, вот так вот тренироваться, не бояться. И когда у вас вот этот возникнет контакт глаза в глаза, вы уже можете спокойно, вот не боясь смотреть в эту камеру, когда горит красный огонек, говорить спокойно. И очень, так скажем, может быть, на импровизации достаточно свободно и раскованно. А можно еще предложить одну новость, как тоже можно тренироваться. Вот, ну, все же знают, какой сервис YouTube, и можно, там как раз просто снимая видео, можно тоже тренироваться. Спасибо. Вот, да, почти готовы. Вот такой добрый эксперт, порчливый эксперт у нас получается, да, про замечание. Вот телевидение, это телевидение. Есть текст, есть картинка. Это очень тонкое искусство. Вот говорят, там была цензура, что-то такое, да, вот особенно взрослые, это хорошо сейчас поймут. Хороший журналист, он всегда картинкой прикрывался. Говорит одно, а показывает немножко другое. У человека там, когда совмещение начинается в голове, он понимает, что происходит на самом деле. Вот картинка очень важна, за ней всегда надо следить. Мне показалось, что картинка не всегда отвечала характеру текста. Вот это перемещение излишнее по школе, и когда мы доходим до конвенции, на фоне детских поделок. Не очень понятна связь поделок с конвенцией. На то, что дети. На то, что дети, да. Но следить надо за картинкой всегда. Давайте следующий ролик. Я учусь в третьем В-классе. Вот там есть мой третий В-класс. Сейчас я вам его покажу. Наша классная руководительница Венера Малаянова. Наш класс очень дружит. В нашем классе 36 человек. Мы учимся в программе перспектива. Мы учимся в программе перспектива. Мы учимся в программе перспектива. Всем привет. С вами я, Харщик Игорь. И сегодня я вам покажу новости о школе. В школе у нас есть очень мягкие диваны. Здесь можно полежать, отдохнуть. Много чего другого. В нашей школе есть шахматы. Здесь большие очень шахматы. Здесь настольная игра, а есть большая. Спасибо. Единственная у меня просьба к залу. У нас еще, по-моему, если не ошибаюсь, два ролика остались. Давайте наберемся терпения. Из-за своих друзей, коллег попереживаем, посмотрим. Поучаствуем еще немножко глазами. Журналисты, мы же сами договорились. Это очень терпеливая профессия. Знаете, сколько приходится терпеть случаи своей жизни? Саммит глав государства СНГ здесь проходил в 2005 году. Было заявлено на 17 часов пресс-конференции президентов. Состоялось она на 5 часов позже. Вот я лично себя помню, я уснул в кресле Саакашвили. Был такой президент Грузии. Просто устаешь, но терпишь, куда деваться. Поэтому прижимитесь в кресло, да, попереживайте за друзей. Так, ваше мнение о ролике. Ну, это сейчас как раз очень модный формат соцсетей, когда зрители погружают в свою обычную такую повседневную жизнь. В данном случае рассказывали о школе и о мягком диване в этой школе. Знаю, что эта школа совсем новая. Мне кажется, вот не хватило раскрытия информации о том, что вот показать эту школу не только с точки зрения мягкого дивана и класса, да, конкретного там школы, ученика, которым учатся, а вообще вот рассказать о том, сколько учеников здесь учатся. То есть мне не хватило, вот здесь не была раскрыта полностью вся информация. Но вот этот ход, который, ну, так скажем, селфи прямого эфира, да, и ты рассказываешь, показываешь, идешь, он на самом деле очень увлекает. Поэтому эти просмотры в ютубах, в соцсетях, прямые эфиры, в телеграм-каналах и так далее, так далее, да, люди с удовольствием это смотрят, даже не, хотя это видео не имеет социального, может быть, и значения. Людям всегда интересно подглядывать в замочную скважину и следить за кем-то или за чем-то, даже если он не совсем знаменит. Вот соцсети дали такую возможность показать жизнь повседневного ученика, учителя, не знаю, там, студента, врача и так далее. Это интересно на самом-то деле. Но это не совсем в формате телевизионных каких-то новостей на самом-то деле. И, наверное, это лучше делать специальную программу. Есть такие сейчас программы очень интересные. Делают, когда собирают из соцсетей разные интересные случаи, разные интересные видео, компонуют и с какими-то комментариями их сопровождают. Может быть, в этом качестве можно. Спасибо. Спасибо. Значит, ну теперь пожелания. Во-первых, вот классический пример многостаночника. Сегодня журналистка становится многостаночной. Ни одна другая профессия такой не становится, как журналистика. Обратите внимание, мы не можем себе представить водителя автобуса, который одновременно занимается тем, что ведет автобус, ведет метро где-то там под землей и сопровождает авиационные рейсы. Нет, он чем-то одним занят, да? И так по любой профессии. Физик-ядерщик не может одновременно там химические молекулы расщеплять. Журналист одновременно, к сожалению, часто так случилось. Вот он находится в точке события один, где-нибудь в Африке. Или даже здесь вот так случилось, он на месте события. Он сам туда приехал, сам развернул камеру, сам ее настроил, сам поймал спутник, где-то на юго-западе он находится, его надо уметь поймать, да? Сам на него настроился. Сам осуществил синхронно, разработал тему, подготовил текст, сам быстро смонтировал, перегнал в редакцию. Вот многие вещи тут делал сам, я так понял. Это же хорошо. И замечание, пожелание. Там воротничок все время торчит. Вот очень важно быть еще внешне очень привлекательным на телевидении. Это не обязательно быть красавцем или там красавицей. Это значит внешне быть опрятным. Вы заметили, что ведущим телевизионным многим категорически запрещают даже тонкие цепочки одевать. Ничего не должно отвлекать человека. Мы не говорим о ток-шоу, о развеселухе всякой на телевидении, да, на экране. Там так надо. А вот когда новости, очень строгий вид и очень опрятный. Потому что вместо новостей я буду обсуждать его внешний вид. А что он воротник не заправил, да? Поэтому так чуть-чуть надо это собраться. Давайте следующий ролик и все будет замечательно. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня во дворце культуры железнодорожников поселка Юдино проходил музыкальный фестиваль. Тема проекта «Мы разные, но мы вместе». И посвящен он был «Дружбе народа». Россия – многонациональная страна. Всего в стране живут люди 160 национальностей. 23 народа численностью свыше 400 тысяч каждый. Через песни и танцы зрители могли познакомиться с обычаями, традициями и культурой народа, которые бок о бок проживают на территории Татарстана. На сцене звучали русские, татарские, чувашские, народные мелодии и песни. Представили свои бюджера народный танцевальный коллектив, читали стихи о Родине. В теплой и доброй атмосфере время прилетело незаметно. Закончился фестиваль награждением и общим фото на память. Все участники взялись за руки, как символ единства и дружбы народов, а значит, могущество России. Такие разные, но все вместе. С вами были Абраменко Данил и Черепанов Артем. Всем пока. Вот дошла до вас очередь. Поздравляю. Слово эксперту. Напомнил, конечно, видение концерта. Даже, может быть, в прямом эфире пусть это будет, да? Если бы была немножко другая картинка, когда вы... Вы, наверное, смотрите, когда новости, да? А сейчас с нами в прямом эфире Петр Иванов из Большого концертного зала, где начался... Где сегодня представляют ораторию Рахманинова, да? И вот он... Петр, вы нас слышите? Да, я вас слышу, да, я вас слышу. Что сейчас происходит? Вот сейчас происходит вот это. Вот что-то было похоже на данном случае. Но когда мы рассказываем о каком-то событии, мы должны рассказывать именно об этом событии. Не просто историю, сколько людей живет. Хотя это очень хорошие, интересные факты. А в этом концерте участвует какое-то большое количество коллективов. Приехали из таких-то городов, да, к примеру, участники. Вот об этом надо рассказывать. И обязательно все это закрывать картинками. То есть видео. Телевидение – это в первую очередь видео, картинка. Если бы вы хотели узнать эту новость из газет или из интернета, вы бы прочли. Но вы бы не стали смотреть. Но почему-то... Ну почему-то, понятно почему, когда задействуют еще и, скажем так, визуально, то есть когда люди смотрят, это гораздо интереснее. В данном случае, наверное, либо это ведение концерта, либо это, скажем так, репортаж в прямом эфире с места события. Включение. Спасибо. Вы знаете, у журналистов есть трагический момент всегда. Он связан с переходом осени в зиму и зимы в весну. Это начинается массовое обращение населения к журналистам по поводу отопления. А журналисты рассматривают, как сантехника, который сейчас приедет, все починит. И он действительно пытается, словом, это дело простимулировать. Вначале мы долго боремся вместе с населением за то, чтобы быстрее тепло дали. Потом, когда его дают, мы говорим, что так много-то дали. Давай, вот видите, жарко как, да? А нельзя чуть поменьше его давать тепло. Вот тоже такие бывают темы, знаете, когда называется, всем не угодишь и никогда не попадешь в точку. Добились в этом году средства массовые журналисты. Население все тепло дали вовремя, исключительно хорошо, качественно. А на улице до сих пор осень. Зима не наступает. Поэтому немножко жарко. Давайте извиним погоду и посмотрим еще один ролик. На улице Калинина находится в самом центре города Казани. Местные жители не всегда соблюдают технику безопасности. Часто разжигают костри на своих участках, топят в бани. Если случится пожар, то пожарные машины просто не смогут проехать в узкие проезды, где низко проложены газовые трубы. Рядом с деревянными домами часто возникают свалки, где тоже может случайно произойти пожар. Сюжет, по-моему, да, почти уже? Это прям журналистское расследование. Как зовут? Галина. Ну, Галина сделала острый социальный репортаж. Это репортаж, который пойдет в первом блоке новостей, вообще первым сюжетом. Сразу говорю. Она показала, она действительно показала, мы увидели. Даже если бы она ничего не говорила, было бы понятно, в каких, скажем так, плохих, нехороших условиях проживают люди на этой улице. Действительно, ситуация там не самая лучшая. Она комментирует за кадром, что происходит в данный момент. Очень, кстати, грамотно, очень хорошо поставленная речь для человечка такого возраста. Я считаю, что просто великолепный репортаж. И я бы его, прям вот, целиком, я бы твой вот этот вот сюжет поставила бы в новостях. И, наверное, я бы, конечно, доделывала, может быть, этот сюжет, да. Но вот этот ролик, он самостоятельный, можно поставить, как вот, есть же ноу-комментс, да, без комментариев. Великолепно. Это называется «Мобильный репортер». Ну вот, все сказано здесь. Уважаемые студенты, родители, еще раз обращаю внимание вот на эту картинку мира сегодня, которая информационно очень зависима. Одно неаккуратное информационное сообщение, одна неаккуратная информационная атака, у нас рушатся банки, рушится стабильность в целых государствах. Мы видели революции фейсбуков, да, мы видели все эти революции во многих странах, где оказалась незыблема стабильность, только потому, что информационное поле раскачивалось. Точно так же удачная информационная среда может порождать стабильность. Попадим мы на неудачные ресурсы и сайты, мы столкнемся с пропагандой насилия, наркотиков, какого-то ужаса и страха. Надо уметь обезопасить себя от этого, профессионально в том числе. Попадим мы на удачный ресурс, мы с вами откроем такой яркий, красивый мир, и оказывается, не все так плохо. Ответственность журналиста в этом смысле, человека-медийщика, который определяет картину вот в этом всем пространстве, становится абсолютно особой. Абсолютно особой. Он, я уже говорил, отдельный солдат, который воюет даже до того, как стреляют пушки. И воюет эффективно. Все наши с вами дети, все здесь сидящие дети, журналистами не станут. Это может быть 10-5% кто пойдет на эту непростую, очень невысокооплачиваемую, кстати, работу. Она во многом неблагодарна, но она очень интересна. И вот то, что сделали эти ребята, показывает, что она, значит, очень, ну, может делаться качественно новым поколением, осознаваться. И я хочу, к чему такой длинный, да, спич? Чтобы мы отдельно им сейчас поаплодировали. Пожелали успеха. Каждому из вас не теряйтесь в социальных сетях и старайтесь расширять круг друзей. Сузить мы его всегда успеем. Спасибо вам всем. Субтитры подогнал «Симон»!